fifine делают шикарные микрофоны спору нет но тут ребята решили выйти на новый рынок рынок игровых гарнитур это fifine h6 и это крайне неоднозначная игровая гарнитура почему расскажу тебе в этом видео привет меня зовут арсений и ты на канале игроман let's go и если вас интересует только ответ на вопрос а стоит ли покупать fifine h6 то я вам сразу же скажу что нет так как есть те же хавит h2008 дик который стоит дешевле звучат лучше и при этом по качеству ничем не уступают новинки вот fifine но если вы хотите подробностей то добро пожаловать наливайте чего-нибудь вкусненького попить берите чего-нибудь вкусненького покушать ведь мы стартуем и начнем по традиции с цены и комплектации на распродаже с 1 по 11 ноября fifine h6 стоит 2790 рублей опять же без дополнительных купонов в общем-то довольно приятный ценник но если мы берем те же обновленные хавит h2008d то их цена на распродаже и вовсе 2000 ровно и поверьте за 2000 хавиты выглядят куда интереснее но так как это видео мы записываем до распродажи заранее то я настоятельно рекомендую прямо сейчас проверить актуальный ценник по ссылке в описании быть может цена станет еще ниже ссылку на fifine и на хавиты оставил внизу возвращаемся к h6 приехала коробка ну очень помятый и тут стоит сказать спасибо опять же нашей любимой почте россии и почте китая ребята стараются как могут тем не менее все содержимое на удивление целое в комплекте лежит сама гарнитура модульный микрофон чехольчик из кожзама инструкция по эксплуатации и благодарность от китайцев в целом неплохо за чехольчик спасибо кстати ребят если вы хотите закупиться на 11 11 лучшими девайсами по самым сочным прайсом price a225 самый дорогой 380 то обязательно подписывайтесь в наш телеграм-канал только там мы максимально оперативно публикуем лучшее предложение со скидками ну и если будут купоны то мы их тоже запустим ссылочка на нашу телегу в описании заглядывай будем рады тебя видеть материалы у гарнитуры великолепные опять же учитывая цену в 2990 рублей оголовье выполнены из приятной эко-кожи с мягким наполнителем каркас у нас внутри металлический также металлические байра подобные вилки ну а сами чаши выполнены из черного матового пластика в общем надежность конструкции не вызывает никаких вопросов да и в целом ощущается гарнитура приятно за счет металлического каркаса наушники не страшно уронить плюс на изгиб уж и отрабатывают на все 100 проще говоря если вы обладатель большой головы tofi fine h6 без проблем вам подойдут ну как минимум они точно не сломаются за счет байра подобных чаш посадка у гарнитуры очень удобная амбушюры плотно прилегают по всему периметру поверхности и на голову не давят безусловно это еще и заслуга мягкого оголовья приятный в меру плотный наполнитель и довольно качественная эко-кожа сверху и казалось бы ну вот значимый плюс в копилку к h6 хорошее строение и материалы но у тех же h2008d от хавит аналогичное строение и такие же по качеству материалы кстати если вы по какой-то причине еще не смотрели обзор h2008d то обязательно гляньте это действительно лучшая бюджетная проводная игровая гарнитура до 2000 рублей а вот чем фифайн все-таки смогли удивить так это качеством записи звука с микрофона да это закадровая часть записана именно на встроенный микрофон h6 а самое главное что звук мы никак не обрабатывали да это сток к тому же в отличие от гарнитур без звуковой карты такое качество микро будет у всех пользователей так как у фифайн h6 есть встроенная звуковая карта для качества записи микрофона это однозначно плюс а вот для звука в излучателях это точно минус и давайте про звук чуть подробнее по звуку фифайн h6 лично мне не понравились звук не ужасный отнюдь но и до гарнитуры хавит h2008d он тоже не дотягивает кстати протестировал я звук во всех трех режимах это кино режим игровой и режим для прослушивания музыки и если вам нравится бубнящий бас и завышенный верх а да так чтобы все в ушах гремело то смело берите фифайн h6 но если вы мазохист и вам нравится виртуальный 7 и 1 то это однозначно ваш вариант нет ну правда я до сих пор не понимаю как можно было накастовать такой звук но давайте обо всем по порядку гарнитура у нас юсб то есть имеет встроенную в пуль звуковую карту вопрос 1 почему ее нельзя было положить отдельно например как делают хавиты с h2008d хочешь бери стандартный h2008d а хочешь доп звуковухой доплачивай 600 рублей и бери с юсб карточкой в комплекте это самое логичное решение но фифайн пошли другим путем окей карточка у нас не модульная при этом в нее уже встроено три пресета 1 самый верхний на пульте так называемый кино режим с улетевший в небо серединой и верхами второй режим игровой причем игровой в огромных кавычках тут ребята занизили середину и добавили столько баса сколько только могли короче от игрового тут одно название так как звуки взрывов перекрывают вообще все ну и третий режим музыкальный это самый нейтральный вариант который я и выбрал для тестов сделали мы замеры а чх и получили стандартный ультра супер пупер мега 3000 4k 300 лошадиных сил 1080 ти игровой опять же в кавычках звук то есть завышенные низы еле заметную середину и кричащие вверха короче v-образный да я знаю что есть пользователи которые любят такой формат звука но давайте будем честны даже при v-образном звуке середина все-таки должна быть а бас должен иметь хоть какую-то детализацию тут ни первого ни второго соответственно ни классику толком не послушать ни современную электронную музыку в общем атас и чуть-чуть цифр от 0 до 500 герц лоу бас значительно выше нормы и от пяти и до десяти тысяч герц ситуация аналогичная только уже в верхах и я напомню что замеры мы проводили в самом нейтральном режиме из предустановленных в общем по звуку и моим субъективным ощущениям это провал и говорю это не абстрагировано а с учетом наличия h2008d который стоит дешевле и имеет балансный звук но не подумайте не все так плохо по звучанию и у h6 шаги различить все-таки можно и даже направление выстрелов иногда понятны но по большей части звучание h6 мне не зашло опять же это мое субъективное мнение и в комментариях я буду ждать ваше про встроенный режим 7 и 1 я промолчу если без него у нас бубнешь в лоу басах то с ним нам фифайн и вовсе втирают какую-то дичь но потеряно же еще не все верно микрофон хорош конструкция качественные по материалам же все год казалось бы к удобству гарнитуры никаких вопросов шикарная мягкая оголовье приятные амбушюры да и вес в целом довольно таки средний опять же учитывая что это игровая гарнитура но кабель и пульт портят абсолютно все кабель в дубовой тканевой оплетки которая не распрямляется а в совокупности с довольно большим пультом он еще и тянет вниз и давайте я буду честен с вами в целом звуковая карта и кабель это ну ужас и с точки зрения звука и с точки зрения удобства да кабель действительно не разгибается достаточно жесткий и неподатливый а вместе со звуковой картой ощутимо тянет вниз по качеству материалов к пульту вопросов ноль черный матовый soft touch пластик и неплохая сборка касаемо амбушюр все тоже вполне себе приятно сбалансировано толстые упругие мои уши помещаются в них без проблем покрытие добротная эко кожа сверху чаш есть отверстие для нормализации давления внутри чтобы не появился эффект вакуума за это респект безусловно респект и за шикарную rgb подсветку яркая равномерная не пищит правда вот отключить или настроить ее под себя у вас не получится это минус из преимуществ индикация на самом микрофоне красный маленький светодиод сигнализирует о том работает ли майк или нет регулируется h6 по всем необходимым плоскостям проще говоря за счет выдвижения и поворота fifine h6 получились максимально универсальные и подойдут как на среднюю голову так и на довольно большую запаса регулировки достаточно по весу гарнитуры стандартные 250 граммов в этом плане ничего сверхъестественного и растягивать видео далее я смысла не вижу давайте кратко от себя эту гарнитуру к покупке я рекомендовать не могу ведь минусы в виде кабеля пульта и самое главное звука ничего не перекрывает до микрофон крутой но в гарнитуре он все-таки второстепенный ну а в итоге это самая обычная среднестатистическая игровая юсби гарнитура с rgb подсветкой да у нее хорошие материалы и в целом замечательный микрофон но при этом всем у нее посредственный кабель и посредственный звук но понравилось ли это игровая гарнитура тебе обязательно прямо сейчас напиши об этом внизу в комментариях но меня по-прежнему зовут арсений и ты был на канале игроман покупай правильные и проверенные игровые девайсы и увидимся уже совсем скоро в следующем видео пока в следующем видео